В этом фильме я расспрашиваю жителей Цопи о войне, в которой они не участвовали. Цопи – это небольшое горное село в Грузии, в нескольких километрах от границы с Арменией. Это одна из последних мест, где армяны и азербайджанцы живут как добрые соседи. Такое мирное сосуществование было обычное до начала этнических конфликтов и войны 90-х годов. Несмотря на общую отчужденность и непримиримость в Армении и Азербайджане, в Цопи оба национальности продолжают разделить все трудности и радости их жизни. Анонимные аудиозаписи об эмоции Азербайджан и Армян о войне были собраны с ряду населения, живущих не в Цопи. Эти записи были затем проиграны жителям Цопи. Это Азербайджанец, а тот Армянец. Так что, говоришь, слышно? Я люблю обоих, и азербайджанцев, и армян. Вот мы почти одна семя, но живем в отдельных квартирах. Я без них не могу. Ну, правда, у меня же родственники и в Армении, и в Азербайджане. Меня зовут Метаксиа. По профессии учительница. Я боюсь новой войны, потому что я знаю, что это такое. Я знаю, что это значит, потому что я видела это своими глазами. Я жила на войне под перестрелками, под бомбами. И это не шутка, это боль, это потери того, что не сможешь вернуть никогда. Мне было восемь лет. Я помню, что в наше село часто атаковали, и мы избежали каждый раз. Но по ночам мы спали с одеждой, и мы даже, мне так трудно об этом говорить, мы даже держали яд в доме. Я помню, это был белый порошок, в шкафе лежало, что в случае того, что мы сможем избежать, что мы могли взять этот яд и умереть с честью, чтобы нас армяне не захватили. И когда я думаю, что мне не везет, мне не повезло, я сразу вспоминаю, что нет. Моё самое большое везение было, что я не моя семья, и я не была захватена армянами. И даже сказать это, что это является моим самым большим везением, это тоже позорно и страшно. Что же это значит, Боже? Да, можно, конечно, вы мне говорите тогда. Вот, в принципе, в войне, конечно, масло с мёдом не будут подавать. Война есть война. И если убивают одного, и у армян, и у азербайджанцев мстить, это честь, кровь, месть, это же существует, да? Но на самом деле бывает такое, что азербайджанец, азербайджанки или всё творит плохое, но это никто не говорит, никто никому не объясняет. И тоже такое же случается в Армении. Но это не называется война. Родился я в ЦОПе. До пяти лет жил в ЦОПе, потом переехал в Россию. Исполнился 17 лет, приехал сюда, обратно в ЦОПе. Потом пошёл в армию, отслужил, пришёл. И до сих пор пока здесь нахожусь. Меня зовут Ильчин, мне 23. ЦОПе – это курорт. Вот, так скажу, здесь всё замечательно, свежий воздух, природа красивая, люди добрые. Здесь никто друг на друга так плохо не смотрит. Жили армяне, живут армяне, азербайджанцы, русские, украинцы. Тут много наций были, берзины, греки. Тут как бы нейтрально, как будто было национальное. Братство даже здесь было, так скажу. Даже когда вот в апреле была война, опять начиналось. Прохожу мимо через армян, он мне даже не скажет, что вот всё, карабах мой, вот это всё. Нет, нормально, проходим, привет, всё, ушли. После нескольких лет, когда все эмоции и всё это прошло, я могла понять их, смотреть глазами армянин, то, что они думают о нас и об этом конфликте, какую правду им учат, и как это похоже на нашу страну. Что иностранцы не понимают о конфликте? Наши чувства. Вы не понимаете наши чувства. Мы понимаем друг друга больше, чем другие нас. Мы живём в одном регионе, и у нас культура большинство общая. Но дело в том, что никто не понимает ненависть, которая есть внутри нас. Кроме армянин, никто не сможет это понять. И кроме нас никто не сможет понять, как мы их ненавидим. Иностранцы не смогут понять, почему мы не можем сидеть и говорить, почему мы такие эмоциональные, почему не можем слышать друг друга и не хотим понять друг друга. Иностранцы не понимают, что для нас означает изнасилование. Ну вот насчёт изнасилования. То, что про иностранцев не подумают. Когда было вот в Карабахе, там показывали вот маленькие ребёнки, которые вот просто вот умерли. Как она сказала, живодёрство. Моя фамилия Мискариан Курген Арзазович. Я родился в 1935 году. Женщины, дети, что резали, это они наоборот говорят. Но остальное, что убивают людей, это войне вы верите? В войне же мёд не делают, продают. В войне же война есть. Самый первый был мой дед здесь, наверху. А потом Азербайджан, три мужчины, свой, свой, мой, приехали туда. Создали территорию, ну для всех. Они там жили, внизу, а мы наверху там, под каменом. А потом постепенно заполнились здесь и грузинцы, и армяне, и азербайджане, и русские. Здесь наполнились, ну, там наполнились, рабочий посёлок. А сейчас Азербайджане против Армении. Армян против Азербайджан. А видишь, перед твоим глазом, видишь, здесь, в Грузии находимся, что Азербайджане нам не трогают, мы ему не трогаем. Мир не живём. И так, при Советском Союзе тоже так же жили. У меня дядя там умер, погиб на войне, и в честь его меня назвали. И вот эти истории с малых лет мне передавались, и я очень хорошо знаю об этом конфликте. И когда пришёл очередь, чтобы я сам защищал Родину, я пошёл в армию, не думав ни о чём, и хотел именно туда пойти и защищать мою Родину. Конечно, бывают трудности в армии, без трудностей никак, но когда знаешь цель, которую ты делаешь, за что ты там, вот эти все трудности, ничего, они не значат для меня. Я, знаете как, видел, как погибает мой друг, у меня на руках погиб мой друг. И это всё очень многое поменяли для меня. Мы в одной близких домах жили, по соседству жили. Он хотел стать офицером, вот. И стал лейтенантом. И так случилось, что мы с ним в одном месте служили. Утром, когда он проверял дорогу, минное или оно нет, и одно место видимое было, и они снайпером просто застрелили его. Вот. И он не смог ничего сделать. И когда я прибежал к нему, у него уже эти последние секунды были жизни, и вот он на моих руках умер. Я, знаете, как уже многое повидал, уже ничего не боюсь. Я, когда, вот, я рассказывал вам, что с моим другом случилось, я сейчас, не знаю, когда выхожу из дома, я прощаюсь так, как будто я снова не приду домой. И если война будет, я в первых рядах пойду и буду бороться со своей землей, со своей родиной. И вот эта боязнь, это, по-моему, боязнь это слабаков. Они только боятся. Вот настоящие мужчины не боятся никогда. Все? Так, все. Это очень правильно говорит, вот это. Азербайджан или будет, азербайджан, Это армян? Армян, армян, армянский. Это армянский садар. Очень правда, говорит, это. За куском земли наши дети умирали. Убили, конечно, верны. И тот стороной? И тот стороной. Нам нужно убить, вот, объясняю. Нам нужно убить Харабах. Нет. Она раньше, как было, так и будет. А сейчас уже воевали Харабах. Сейчас кровь потеряли? Кровь потеряли, говорит, что мы кровь потеряли, нам должна такая, то самое, земля. Кусок земли, легче. Там сколько народ, весь мир на его смотрят. Что делать? Нельзя. Извиняюсь. Вот говорит, жизнь дать за родины, это, знаете, я бы сказала, абсолютное вранье. Вот я лично, если скажут, я люблю, да, Грузию, допустим, жизнь отдашь за Грузию, я бы сказала нет, потому что если я бы знала, что я жизнь отдам и Грузия станет, ну, как сказать, Нью-Йорком, или если я жизнь отдам в Карабахе, люди будут жить в раю, возможно, можно чем-то жертвовать, да, но не только жизнью. Это полное вранье, а страна это не ребенок, чтобы ради страны я свою жизнь отдать. Знаете, я не считаю обычных азербайджанских граждан моими врагами. Не думаю, что они тоже рады этому войну. Нет, они не рады. Просто их правительство делает такие вещи, что это просто необходимо. Когда говорят что-то людям, они верят в свое правительство, и поэтому слепо идут на войну. По их мерам защищать свою родину. И я не вину их. И они тоже верят, что это их родина. Но мы знаем же, что это очень давным-давно уже наша родина. Но этот же кусочек земли ничего не значит для них. А для нас это просто родина. Для меня это место, которое там упали дядя. Там много сражался мой отец, и многие мои близкие там сражались и упали. А для них это просто кусочек земли для их правительства. Я не думаю, что это того стоит, чтобы жертвовать многими людьми. то, армянский солдат говорит, он чуть-чуть неправ. То, надо ли Азербайджану война из-за кусочка земли? Конечно, надо. Это большая потеря. И если как раз азербайджанский солдат скажет, что надо ли вам война из-за кусочка земли, Армения тоже скажет, конечно, надо. Потому что, как он говорит, мой дядя умер, отец воевал, там кровь, я буду защищать свою родину. Зачем твоему дяде идти воевать или отцу? И сейчас он сам. Он умрет, все, опять кто будет страдать? Его родные и близкие. Пока Азербайджан не возьмет землю, наверное, до сих пор будет продолжаться. Погиб друг на руках, я убью врага из-за друга, но не из-за родины. Вот это мое мнение. Эти корни Карабахского конфликта очень далеко идут. Это уже часть политики, там никогда не можешь сказать, кто прав, кто не прав, потому что достоверно никто не знает. Ну и что, что, допустим, раньше Арабия дошла до Апеннинского полуострова Испании. Сейчас они должны сказать, что это наши земли, что ли. Все это пустое дело, просто убийство людей, больше ничего. Не та сторона, не эта сторона до конца правильно не поймет, из-за чего произошло, почему произошло. это только поймут те, которые это создали. Имя Садзи, фамилия Ибадов, коренное житие села Цопи. Ну, возраст 71 год. Я родился в 1982 году, 9 мая у нас в доме Цопи. И вас как зовут? Эдгар Петросян. Мое любимое место Караб называется. по-армянскому. Когда поднимаешься оттуда, весь мир оттуда видно, как самолетом. Вниз посмотришь и успокоишь. Весь район здесь работал. Обеспечили домами, работами, деньгами, все-все. А сейчас нет, работа нету, карьеры нету. Ну, мы познакомились через интернет. у нас у обеих был блог в Tumblr. Я говорила очень как бы антинационалистически, и она тоже, и как бы мы так подружились, да. У нее даже очень мало друзей азербайджанцев, она выросла за пределами Азербайджана. и вот она мне тоже рассказывала один случай, когда она ходила на какое-то мероприятие журналистов, она журналист, и она познакомилась с армянской журналисткой, и та армянка, когда узнала, что она азербайджанка, такая, ну, агрессивно подходила к ней, говорит, а как ты думаешь, говорит, чей должен быть Карабах? И моя подруга азербайджанца такая, говорит, мне все равно, просто, мне плевать. Та армянка не ожидала такого, наверное, у нее в голове такой имидж азербайджанцев, что они все такие боевые, да, когда вопрос о Карабахе. Знаете как, это не только одна журналистка или журналист, наверное, таких очень много. У меня очень нормальное мнение об азербайджанцах, но я это, как бы, громко об этом не говорю часто. Я не знаю, я просто очень ненавижу этот конфликт, ненавижу просто. И когда люди говорят об этом, мало кто говорит, что война это плохо, как бы все это без всяких вопросов принимают. Как это она говорила, мне нам тоже не надо нам. Да, если бы я вырос бы в Баку, у меня тоже было бы, как бы, я бы тоже ненавидел бы армянских наций, но я вырос в ЦОПе, я живу с армянами, как бы, друг друга мы ненавидим, такого нет. Когда я работал даже в Азербайджане, то, что вот говорили, вот, ну, я рассказывал, то, что вот у нас, где я живу, есть армяне, мне говорили, то, что, почему ты их не бьешь, не убиваешь, туда-сюда, я сказал, а почему я должен убивать, из-за чего, они наши враги. Я сказал, как бы, это ваши враги, я гражданин Грузии, и он тоже гражданин Грузии. Ну, они как бы все равно говорили, то, что ты предатель, ты не азербайджанец, ты так и так. Ну, я не знаю, как они, но, даже когда я у дедушка спрашивал, как вы были раньше, с армяним, говорил, у него, вот, друг я, Сереж, он говорит, я не знаю, с детства, я с ним все время там на горе, мы пили. Он, куда я туда, куда я, куда он. Мы братья были, у нас даже такого не было, я его ударил, а ты армянин. Даже, говорит, наши родители были, как бы, братья. Как мы научили, так тоже наши дети будут учиться. У нас не были национальные вопросы, один школу, вы хорошо знаете, что бы в одной школе учили мы. и так тоже наши дети будут. Я это точно знаю. Потому что, это тоже честно сказать, оба мы находимся в Грузии. Будем шухарить, значит, выгнать оба. и в Азербайджану выгнать, и в Армению выгнать. Ну-ка, иди отсюда. Не мешайте нам в жизни. Я могу только одним словом закрыть эту тему. Потому что это Грузия. И все. Можете ли вы представить себе мир без войны, как... Да, в характере человека есть животное, которое хочет разрушать. Но все-таки я думаю, что конфликт и война будет избежна, если бы матери правили миром и странами. Потому что только матери знают, что значит... Вот хороший вопрос. Сын вырос, я не пущу его в армию. И азербайджанская сторона и армянская сторона. Алиев и Серж будут там в Карабахе друг друга стрелять. Не будет армии, не будет войны. Ну, это так... Мы просто так шутим. Вот война в Карабахе. И ты президент или же депутат отправил бы сына или сына своего сестры или внука в горячую точку ради родины. Я тоже буду идти за тобой и отправлю своего. Но если ездите вы в Бентли и в Феррари воюет сын какого-то пастуха, более легче дать награду, медаль или дом или чертову машину кому-то, что он потерял сына. Он герой, он погиб на войне. То, что мы здесь думаем, то, что мы здесь говорим, то, что мы можем предположить, другие совсем по-другому могут воспринимать. Поэтому этот собственный опыт не может распространяться на других. Допустим, я в Россию еду с армянами, встречаюсь, по-армянски разговариваю, все, потом, как они узнают, что я азербайджанец, они удивляются, говорят, как ты хорошо знаешь. Я говорю, в Армении я учился, жил, все, поэтому, и когда говорят, что наши люди вот так издавна вот так вместе армяне и азербайджанцы дружили, жили, вместе все, они даже не верят. И армяне и азербайджанцы. Как это говорят вы, армяне с азербайджанцем воев, а вы там вместе так живете дружно? Ну, говорят, это корни у нас вот такие. Издалека все время, испокон веков дружно жили и живем. И они удивляются, потому что не видели это. и азербайджанцы. Азербайджанцы. Продолжение следует...